Когда вы видели этих вооруженных людей, куда-то выезжающих, они все ехали исключительно в эту зону, Галанчожский район, то есть граница с Ингушетией, и небольшая часть была еще на границе с Дагестаном. Отсюда мы делаем вид, точнее вывод, для кого был весь этот спектакль, на кого он был направлен. Конечно же исключительно на Ингушетию, а также решили заодно и Дагестану тоже показать. Смотрите, какие мы тут бравые и крутые ребята. Типичная клоунада. Вот теперь, что касается этого нового витка пограничного обострения, точнее на границе с Чечнёй и Ингушетией. Я вижу, что у нас в чате многие троллят эту тему. Я тоже, конечно, за этим следил, но, пожалуй, сейчас, в отличие от того первого витка, который был в 2018 году, сейчас я за этим наблюдал с такой иронией, с сарказмом, с улыбкой. Потому что сейчас это весело. Во-первых, мы должны с вами, прежде всего, определить наши отношения к этому. Когда две стороны, они обе прокремлевские, они друг с другом грызутся, для нас это просто увеселительное такое зрелище. Мы не должны там становиться на чью-то сторону. А сейчас происходит именно это, в отличие от 2018 года. Сейчас мы видим, что есть конкретно Кадыров и представители его власти, то есть Кадыровцы. Это российская власть с одной стороны. И мы видим неких людей, какие-то организации общественные, которые властью не являются, но являются идеологическими коллегами Кадыровых. От того, что там тот же совет Тейпов в Ингушетии или другие представители, которые сейчас вступили в перепалки с Кадыровцами, от того, что они не являются сегодня официальной властью, российской властью в Ингушетии, это не делает их врагами. Потому что в целом идеология у них одна. Что этот Рад тому, что он является российским чиновником, что Чечня сегодня является субъектом России, что у нас действуют российские законы, что наши, мы между собой вынуждены сегодня вопросы решать по российской конституции. Это человек, который разделяет эту идею. Он стоит на этом, поэтому он является предателем. Что вот эти его оппоненты в Ингушетии, представители этого совета Тейпов и другие, они тоже являются сторонниками этой же идеологии. Они тоже рады, что на территории Ингушетии сегодня распространяются российские законы, что Ингушетия является частью России. То есть, они абсолютно идеологические братья. Поэтому, когда они между собой грызутся, мы с вами на это должны смотреть со стороны и просто ухмыляться, при этом ни в коем случае не влезая в эти разборки, не пытаясь выяснить, кто из них хороший, а кто плохой. Они все одинаковые, они друг друга стоят. Чем эта ситуация отличается от той, что было в 2018? Я думаю, вы прекрасно понимаете, что масштабы сейчас не те, что обычные люди, которых тогда обманный будем вывели на митинги, что вот эти все высказывания, которые уже можно было воспринимать как народную позицию, так как огромное количество людей было обмануто этими митингами. Сейчас это вообще не так. Сейчас есть действительно какая-то отдельная группа людей и с той и с этой стороны, и между ними происходят какие-то там разборки. И наблюдать за тем, как едет Иудов на границу, вызывает туда представителей этого совета Тейпов, для того, чтобы они разобрали этот вопрос по шариату. Но это ведь смешно, согласитесь. Вы знаете себе, что чиновник российский, причем руководитель законодательного органа российского, вызывает к себе других идеологических своих братьев, которые тоже очень рады, что они являются гражданами России, частью России, что им нужно все вопросы решать по Конституции России. Он их вызывает в это самое спорное место и говорит, здесь мы с вами будем решать это все по шариату. Это ведь смешно. Это, конечно, абсурд, это негий каламбур, но тем не менее это смешно. Поэтому давайте за этим просто наблюдать с ухмылкой. Кадыров как ребенок, а он именно как ребенок рассуждает. Когда его кто-то там обижает или что-то про него высказывает, он как ребенок обиженный начинает тем же самым отвечать. И вот сейчас эта мобилизация, которая происходила в Чечне, когда он всех собрал, этих вооруженных людей отправил на эту границу, это все брянцы не оружием, какая-то демонстрация мускул, что вот, посмотрите, какой я сильный, типичное такое детское мышление, типичное детское мышление у человека. И на мой взгляд это все очень забавно. И еще тот, кто как бы немного понимает ситуацию, разбирается, для него это тем более смешно, когда Кадыров говорит, что мы вот границы будем охранять, там боеготовность какую-то проверяет. При этом обратите внимание, огромная часть территории, ну, не более хороший такой значительный отрезок границей Чечни с Грузией является государственной границей России. Как вы думаете, или видели ли вы, чтобы туда поехали какие-то представители кадыровской полиции? Конечно, нет, пусть попробуют туда поехать, устроить там какие-нибудь учения, проверить там какую-то боеспособность, там им очень быстро покажут свое место, потому что там находятся пограничники российские, эта зона уже пограничная, туда никакие кадыровские полицейские без разрешения этого органа, погранслужбы ФСБ туда приехать не могут просто так. Поэтому, когда вы видели вот этих вооруженных людей, куда-то выезжающих, они все ехали исключительно вот в эту зону, Голанчожский район, то есть граница с Ингушетией, и небольшая часть была еще на границе с Дагестаном. Отсюда мы делаем вид, точнее вывод, для кого был весь этот спектакль, на кого он был направлен. Конечно же, исключительно на Ингушетию, а также решили заодно и Дагестану тоже показать, смотрите, какие мы тут бравые и крутые ребята. Типичная клоунада, это не стоит никакого внимания нашего, чтобы это как-то серьезно на эту тему рассуждать. Ничего из этого не будет, никакой агрессии там с их стороны ожидать не стоит. Они просто там сейчас эти свои понты исполнят, потом все обратно вернутся, и все, эта вся жизнь кадыровская, она пойдет по обычному сценарию. Иудов будет по праздникам дарить цветы кадыровским женщинам, Дилимханов будет делать то же самое, они будут проводить эфиры, иногда объявлять кровную месть кому-нибудь, какому-нибудь очередному попавшему в немилость кадырова человеку. И в общем все пойдет по накатанному сценарию, не стоит там ничего ожидать. Так, ингуши должны вернуть чужую территорию поездил. По поводу этих территорий, вопросов ведь больше не стоит. Все там, сама территория, граница, это все уже еще в 18-м году вопрос решенный. Сейчас там идет просто такое взаимное подкалывание от представителей, нет, даже не от представителей, от сторонников присутствия России на Кавказе. Что те, что эти, они сейчас друг друга просто подкалывают. И у них идет борьба за вот это сердце Путина. Это как, представьте, что вот если бы было две женщины, одна была бы замужем за Путина, его женой, а вторая очень хотела бы стать его женой, но он ее не взял в жены. Но она при этом тоже всем сердцем желает быть его женой. И вот они бы друг с другом спорили, эти две женщины, представляете их ситуацию. То есть, там нет как бы хорошей женщины среди них, потому что обе, они любят Путина. Просто одна является его женой, а вторая очень сильно желает стать его женой. При этом, чтобы действующая сегодня его жена, либо чтобы он ей дал развод, либо чтобы он сделал ее второй, а ее главный. То есть, у них вот эта борьба за первенство, но ненависти к Путину нет ни у той, ни у другой. Понимаете? Поэтому, как мы можем к этому относиться, люди, которые с ненавистью смотрят на Путина, на Россию? Наши отношения должны быть соответствующими и к тем, и к этим. То, что они друг друга ненавидят, что они там друг с другом спорят, как-то конфликтуют. Аль-Хамду Лиллах, мы должны просто этому радоваться и надеяться на то, что они там друг друга погубят. Абсолютно никакого сожаления не будет, если они друг с другом там передерутся. Тумсо, я живу в Уфе, знаю почти всех чеченцев, больше половины в том числе и молодежь кафировцы. Мы обвиняем Россию в оккупации, когда наши отцы и дети сами себя оккупировали этим поганым Ахмад силой Астахферуллах. Ну, не соглашусь я с такой оценкой, конечно. Я думаю, у тебя, ты, некое представление у тебя сложилось на основе тех данных, которые у тебя есть. Но твои данные, ты должен понимать, что они, это не полная картина, у тебя очень мало данных. Ты, те чеченцы, которых ты знаешь, это мизер, ты даже по сравнению со мной там знаешь, да, очень мало. А чтобы глобально как-то видеть эту картину, у тебя таких данных нет. Поверь мне, все, конечно, плохо. Я в целом сторонник того, чтобы мы начинали с себя и понимали, что мы в плохом положении. Но все не настолько плохо, как ты говоришь, в плане восприятия людьми, все не настолько плохо.